Получают в эти дни ветераны и поздравления от президента России. Перед праздником Дня Победы Владимир Путин каждый год поздравляет их. Сегодня такой чести удостоился аккурат перед профессиональным праздником, Днем Связи, почетный ветеран отрасли Афанасий Архипов. Любовь Васильева продолжит. День Связи, который ежегодно отмечается 7 мая, совпадает в праздничные дни Великой Победы 45-го года. Поэтому почтальоны в свой профессиональный день всегда работают. Век внедрения информационных технологий есть люди, чьи профессии, как и век назад, по сей день остаются востребованными. Это почтальоны. В этом году письма от президента России тоже должны быть доставлены до 9 мая. Лилия Серебрякова – одна из 10 почтальонов, которая перебирает письма денно и нощно. Приятно. Они ждут. Каждый год, это много лет уже ждут. На моем участке есть свои бабушки. Они там очень радуются, ждут. Ой, Лиля пришла, письмо. Есть вот такие вот. Где-то бывает и зачитает, и чай с конфеткой попьешь с ними. Лилия Владимировна знает всех ветеранов своего участка. И эту приятную миссию она выполняет с чувством долга и почтения к пожилым людям. Офанасия Степанович принесла вам письмо от президента поздравительное с наступающим вас праздником. Ветеран связи республики в этот день от нового поколения сотрудников получает московскую весточку. У Офанасия Степановича сегодня двойной праздник и знаковый в истории его семьи. На торжественном собрании, посвященной Дню связи, он стал лауреатом государственной премии Петра Доткина, герой соцтруда, заместителя председателя Верховного Совета ЕССР с денежным вознаграждением в полмиллиона рублей. Ветеран связи очень рад, что его трудовая деятельность оценена так высоко. Было время из Иркутска, после поступал по Ленской-Ямщицкой дороге. Это от Иркутска до сюда. Это огромное расстояние. В Иркутске до берега Стаха близким районам почта доставляются автомашиной, а потом грузовым транспортом на санях, лошадях, иногда оленями. Потом, конечно, появился воздушный транспорт и стало более оперативно доставляться, перевозиться почта. Афанасий Архипов 60 лет жизни потратил на становление и развитие самой передовой отрасли народного хозяйства – связи. Он начал трудовую деятельность несовершеннолетним юнцом Вилюйской районной конторе связи. Потом в Среднеколымском, Верхнеколымском, Намском районах, заместителем и начальником районного узла связи. Далее в течение 22 лет руководил в Якутске главпочтамтом. Сегодня нам повезло вместе с ветераном открыть и зачитать письмо Владимира Путина. Беспечная благодарность за мирное небо над головой, за счастье жить и работать Владимир Путин. Большая съесть получить с имени президента сторонник вот такое поздравительное письмо. Сегодня Афанасий Степанович спокоен за будущее своей семьи, потому что по стопам отца стали связистами-инженерами связи двое его детей. А если и внуки выберут эту почетную и нужную для общества профессию, дед всегда поддержит и будет только рад. Любовь Васильева, Максим Ростовцев, НВК «Заха», Якутск. Продолжение следует...